Проверить легальность компании, сайта или интернет-проекта севастопольцы могут на сайте Банка России. Об этом рассказала заместитель начальника Южного главного управления Центрального банка России Алла Храпунова. 1 июня на официальном сайте государственного регулятора был опубликован список нелегалов-мошенников, которые орудуют на финансовом рынке. Публикация направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. Признаками нелегальной деятельности Банк России, если говорить крупными блоками, относит нелегальных кредиторов, черных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, форекс-дилеров, а также финансовые пирамиды. На первом этапе в списке раскрыта информация об 1 800 организациях и интернет-проектах, сайтах, которые обладают признаком нелегальной деятельности. Специалисты Центробанка планируют обновлять этот список раз в 10 дней. Компании, которые попали в перечень, были выявлены начиная с 2020 года. Все они продолжают работать, не имея при этом соответствующей лицензии. Перечень на самом деле компаний с признаками нелегальной деятельности, точнее субъектов с признаками нелегальной деятельности, он более широкий. Мы не раскрываем информацию о физических лицах и индивидуальных предпринимателях в связи с ограничениями раскрытия информации, но надеемся, что тот перечень, который раскрывается, уже позволит людям защитить себя. При этом специалисты Центрального банка напоминают, чем чаще люди будут сообщать о подозрительных компаниях и мошенниках, тем быстрее будет пополняться список нелегальных организаций. Кроме названия предприятия, на сайте раскрываются признаки, по которым банк обозначил эту организацию сомнительной. Адрес предоставления услуг, если он есть, и даже адрес регистрации.